В удивительное время мы, конечно, живем, и хоть для такого человека, как я, трудно смириться с тем, что народ все больше глупеет и глупеет, и это, естественно, проявляется в политике, но нужно принимать реальность такой, какая она есть, и мы в очередной раз, к сожалению, это не первый раз, это уже диагноз, который стоит поставить будущему обществу, в очередной раз выбирает клоуна на самый руководящий пост. Но в последние, по крайней мере, недели я старался делиться информацией с здравомыслящими людьми о том, что Владимир Зеленский, конечно же, не тот человек, за кого себя выдает, и об этом стоит задуматься. Да, Петр Порошенко не был идеальным президентом, но он очень много сделал, и мне казалось, мне казалось, что украинское общество все-таки обладает больше здоровыми, умными людьми, и они смогут переломить ситуацию. Я ошибся и признаю свою ошибку, даже в одном из давних роликов я назвал Зеленского спойлером Порошенко, то есть я настолько несерьезно воспринимал этого человека, я не мог поверить, что абсолютно марионеточную фигуру могут выбрать президентом Украины. И это оказалось, что люди действительно слепы. И более того, эта тенденция, по всей видимости, будет только нарастать. Итак, давайте посмотрим на этих людей, на этих политиков, о которых еще раньше мы не могли даже представить, что подобные люди могут что-то искать в политике. Владимир Жириновский, который родился раньше своего времени, если бы сейчас он был в возрасте 40 лет, то это был бы, конечно, идеальный кандидат на пост наследника после Владимира Путина. Владимир Жириновский никогда не говорил ничего умного. Владимир Жириновский, как только открывал рот, оттуда несся такой запах мишенины, ксенофобии, гомофобии, расизма, империализма, всего описать невозможно. Вы сами знаете, кто такой Владимир Жириновский. И это такая очень громкая погремушка, которая гремит уже на протяжении 20 или 30 лет. Но сейчас Владимир Жириновский состарился, окончательно испортил репутацию свою со своим гомосексуализмом, перестал даже скрываться в этом смысле. И, конечно же, его невозможно представить больше ни на каком посту, кроме как на бессменном посту лидера в своей фейковой так называемой либеральной партии, которой, конечно же, никогда либеральной партии не было. И Владимир Жириновский это такой первый выпил. Вспомните, как в 90-х годах мы его воспринимали. Лично я, когда я видел Жириновского, я не мог понять, как это можно слушать или, тем более, как это можно терпеть в Государственной Думе. Ну а сейчас Государственная Дума и ее качество такое, что даже Жириновский смотрится на этом фоне как большой умник. И, оказывается, теперь даже к словам Жириновского стали прислушиваться. Это, конечно, феноменально. Вторая подобная фигура, не менее интересная, но, может быть, меньше знакомая русскоговорящим людям, это, конечно же, Б.П. Грилла. Я давно наблюдал за этой фигурой, и это был умопомрачительный успех. Человек абсолютный комик и, скажем прямо, психически не вполне здоровый. Чисто для того, чтобы разбогатеть и как можно больше заработать, создал блог. И на этом блоге самыми отборными матершинными словами поносил свое правительство всех, кого только мог увидеть, до чего мог дотянуться. Снискал необыкновенную любовь в своем народе, создал целое движение, а затем партию пяти звезд. И сейчас представители этой партии. Один является премьер-министром Италии, вторая мэром столицы города Рима. Теперь Б.П. Грилла как бы на пенсии. Ну, это мультимиллионер. Сбылась его мечта, он стал очень богатым человеком и потерял совершенно интерес к политике. Он сказал, что уже старый, и его это больше не волнует, то есть с ним произошло все то же, что с популистами. Он всегда кричал, что когда он придет к власти, интернет будет бесплатный и для всех. Что, конечно же, он снизит налоги. Что студенты в Италии будут учиться бесплатно и все прочее, все только что он мог обещать. Конечно же, ничего из обещанного он не выполнил, и более того, сейчас даже потерял интерес к тому, о чем когда-то вот так, в такой манере, орал на площадях Италии. Третий кандидат тоже шоумен, роль которого, как говорили некоторые, всего лишь ходить на телевизионные шоу и обнимать там различных девушек-моделей, щупать актрис за попы. Человек глупый, человек никогда не высказывающий ничего умного, человек, извините, просравший состояние своего отца, живущий всю жизнь в долгах. Он только брал и отдавал свои предыдущие долги, как некоторые говорят, сделавший себе состояние. Нет, господа, он всю жизнь существовал на различных финансовых аферах. Итак, для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние, он входит в сговор с российскими олигархами и представителями власти. Они финансируют его через подставных людей и, фальсифицируя выборы, о чем уже нет ни у кого, никакого сомнения, человек обманным путем приходит к власти в крупнейшей демократической страны. И демократы, как бы они ни бились о стену вот этой человеческой глупости и, главное, вранья, не могут до сих пор сковырнуть этого клоуна. То, что он делает, разрушительно. Разрушительно в отношении Ирана. Разрушительно даже в отношении Израиля. Хотя многие евреи во всем мире наконец-то увидели в нем своего спасителя. Но он же нулевой стратег. Он не понимает, что то, что он делает, приведет к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке. Он разрушает НАТО. И он разрушает взаимоотношения с Европой. В Германии его просто ненавидят. Я, естественно, не один, кто высказываю подобное мнение. Он расщепил свою страну на две половины. Люди боролись, люди даже дрались друг с другом. Сейчас появилась маленькая надежда, что после опубликования доклада Мюллера, об этом я сделаю отдельный ролик, у людей наконец-то открылись глаза. Представители секты Трампа радуются. Дескать, вот посмотрите. Это генеральный прокурор США Ульям Барр заявил, прочитав доклад Мюллера, якобы никакого сговора не было. Но при этом люди, слушающие подобную новость, забывают, что Ульям Барр – это человек Трампа. Дональд Трамп заранее поставил его для того, чтобы именно так и было сказано. Но Америка – это слишком сложная страна. Они опубликовали доклад Мюллера для всех людей и показали его в Конгрессе. А вот тут началось нечто, конца которого мы еще пока не видим. Но сам Дональд Трамп заявил о том, что произошло. Это вышло во всех немецких газетах. То есть, извините, буквально, а для немецкой прессы это крайне редкий случай, чтобы они вот так это публиковали, я в заднице, или, проще сказать, я в самой настоящей жопе. Вот так вот господин Трамп отреагировал на то, что доклад стал всенародным достоянием. Следующий – это четвертый кандидат Иона Гнар. Вот так он выглядит. Это бывший мэр города Рикьявика. В свое время ему ставили диагноз «умственная отсталость». Он организовал партию под названием «Лучшая партия». Ну, такое замечательное простое название. Позиционировал себя, конечно же, как борец с коррупцией. Более того, он торжественно обещал для своих избирателей бесплатное полотенце в бассейнах, белого медведя в зоопарке, Диснейленд в аэропорту Рикьявика и очищение в политике. Непонятно, что он под этим подразумевал, но вот именно так. И он победил, он стал мэром Рикьявика. Вот так он выглядел в своем рабочем кабинете. Правда, четыре года ничего не принесли. Он конкретно ничего не добился, как и любой популист, и ушел из политики. Сейчас, правда, говорят, он снова пытается туда пролезть, но уже в качестве социал-демократа. Вроде бы как поумнел, поскромнел и перестал изображать из себя идиота. Пока господин Зеленский, следующий клоун в этом списке, все еще с удовольствием изображает из себя шоумена. На своем заключительном или первом слове в качестве президента он не скрывал, конечно же, радости и разбрасывал шутки направо и налево. При этом кто радуется победе господина Зеленского? Победе господина Зеленского, например, радуется Дмитрий Гордон. Журналист, как мы знаем, с большой симпатией, смотрящий в сторону России. Про таких говорят с делом в Советском Союзе раз и навсегда. Вот Дмитрий Гордон, я все время жду момент, когда он перестанет скрывать того, что хотел бы. Что-то наподобие СНГ все же существовало. Дмитрий Гордон – это тот самый, кто пытался выдвинуть Игоря Смешко. Как мы знаем, про украинского КГБиста или человека, очень похожего на Путина. Для чего? Вспомните, для чего тогда он предлагал именно Игоря Смешко? Для того, чтобы тот начал военные действия. И он говорил, что Петр Порошенко слишком слабый главнокомандующий. И на роль главнокомандующего должен прийти военный человек и одержать военные победы. Но буквально через несколько недель мнение Дмитрия Гордона поменялось. И сейчас он уже говорит о том, что, конечно же, нужно заканчивать войну в Донбассе. Но, наверное, можно с русскими как-нибудь договориться. А сам Дмитрий Гордон договорился до того, что считает Зеленского чуть ли не святым. И пророчит ему поставить памятники во всей Украине. Им вслед не плевали, чтобы, может быть, не во всех городах и селах, но в большинстве городов и сел Украины при жизни Владимира Зеленского появились ему памятники. Володимира Зеленского привитали с победой на выборах президент-втекач Януковича и глава Чечни. Заяву Віктора Януковича оприлюднив его речник. Президент-втекач подякував украинцям, что проголосовали за Зеленского и заявил главное завдание новообранного главы державы – объединять украинский народ. Одинозный глава Чечни Рамзан Кадыров закликал Володимира Зеленского отновить дружбу с Россией. В главе Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал победившему, по данным Exit Poll, на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому удачи в возрождении страны и единении российского и украинского народов, если у политика возникнут такие намерения. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах. Направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов. Если такие намерения у него появятся, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он добавил, что у Зеленского впереди тяжелый труд по оздоровлению внутри государственной ситуации и мирному урегулированию обстановки на востоке страны в рамках Минских соглашений. А здесь вообще великолепно. Господин Азаров надеется, что правление Владимира Зеленского ознаменуется смехом по всей стране. Не знаю, эти слова можно трактовать по-разному. Будут ли люди смеяться или будут ли остальные смеяться над Украиной. Факт тот, что господин Азаров весьма оптимистично настроен в сторону Зеленского. Я хочу сказать, что результат абсолютно ожидаемый. Абсолютно ожидаемый. И все это было ясно вообще говоря еще до начала этих выборов. И то, что такой вот отрыв громаднейший. Это свидетельствует, что режим Порошенко, он себя абсолютно скомпрометировал. Полностью скомпрометировал. Вот какие краткие комментарии. Но думать, что вот эта победа, скажем, этот режим ликвидировал, я бы не сказал. Потому что это только первый-первый шаг к демонтажу этого режима. И впереди громадная работа предстоит, чтобы вернуть Украину к нормальной жизни. И впереди громадная работа предстоит, чтобы вернуть Украину к нормальной жизни. Кто еще радуется победе Зеленского? Ну, например, вот этот человек. Я надеюсь, у вас нет никакого сомнения, кто он и откуда. Вот здесь символически он показывает, как он, Анатолий Шарий, человек с большой манией величия, разрушает некий замок. Господа, замок – это Украина. Вот то, что показывает из раза в раз. Этот прокремлевский, абсолютно прокремлевский человек Анатолий Шарий – это разрушение современной Украины. И, собственно говоря, другого смысла в разрушении некоего замка нет. А дальше он говорит вот что. Ну что, мы это сделали. Я реально могу сказать, что мы это сделали. Мы это сделали все вместе. А мы победили. А мы победили. А мы победили. Вы слышите, мы победили. Кто это мы, если, говоря Шарий, мы подразумеваем Кремль и Москву, и никак иначе. Кремль и Москва победили. Вот что хочет сказать Анатолий Шарий. И он поставил своей задачей, точно так же, как Азаров, если вы заметили, говорит о том, что приход Зеленского – это начало разрушения, а здесь внимание, киевского режима. Вы считаете, что то, что было до этого в Украине, можно назвать режимом? То есть точно так же, как российское телевидение все это время называло Украину режимом, хунтой. И Азаров считает, что Зеленский – это начало разрушения киевского режима. А Анатолий Шарий говорит, что да, мы это сделали, это начало. Мы разрушим эту страну. Вот что подразумевают под собой эти люди. Как они это будут делать – достаточно просто. Владимир Зеленский, а он уже заявил это как своими первыми шагами, будет продолжать минские договоренности. Те самые, которые не функционировали с самого начала. И свой второй шаг. То, о чем он говорит беспрерывно, не знаю, замечали ли вы, это создание некого телевизионного пропагандистского канала, которым он якобы будет вещать на восточную Украину. По сути, шоумен Зеленский пытается создать себе хороший актив, на чем он сможет зарабатывать. Возможно, и после он обещает договориться с русскими, потому что договоренности они, скорее всего, уже достигли. В последних роликах я пытался поделиться с вами информацией инсайдера, те самые, которые рассказали о сбитом Боинге и российском Буке, и те же самые, кто накопали информацию на Чипигу и Мишкина. Но с каких бы сторон, какие бы люди не говорили что-либо о Зеленском, на людей это не подействовало, потому что люди хотят доверяться клоуном. Видимо, настали такие времена, когда им кажется, что странные люди, громкоговорящие, изображающие что-то из себя, не похожие на остальных политиков, действительно могут что-то изменить. Правда, судьба предыдущих клоунов, их жизненный путь, в том числе их деятельность в политике, показывают, что ничего, абсолютно ничего они не добиваются. Более того, через какое-то время, заработав деньги, они теряют интерес совершенно к тому, о чем они говорили. А самое главное, у них есть алиби. Они в любой момент, как это сделал Бепп Грилла, могут сказать, а что вы хотите от меня? Я всего лишь клоун. Я шучу. Вы же хотели видеть меня в качестве первого лица. Вот и я пошутил. Я просто пошутил. С меня и взятки гладки. В конце я хотел бы показать эпизод из передачи АРУ-ТВ, где эстонский аналитик Ви Эдла говорит о связи между смертью Юлии Началовой и ее любовных взаимоотношений с Зеленским. Удивительно, что очень хорошая и правильная информация была воспринята крайне категорично. Дизлайков под этим видео на данный момент даже больше, чем лайков. Я прочитал комментарий и был поражен, насколько никто не хочет воспринимать эту весьма серьезную информацию. Ви Эдла говорит о том, что Началову могли убрать потому, что она работала когда-то над совместным проектом с Зеленским. Ви Эдла не сказал, не знал, может быть, что это была не только совместная работа, это была настоящая любовная связь. Об этом тогда открыто писали. Итак, Юлия Началова и Владимир Зеленский были любовниками достаточно долгое время и работали успешно, работали в России. Теперь, когда началась президентская предвыборная гонка, а у Ви Эдла нет никакого сомнения, что Зеленский – это человек Кремля, Юлия Началова неожиданно умирает при странных обстоятельствах. Ви Эдла считает, что это было сделано потому, что, возможно, она знала о том, что у Зеленского серьезные проблемы не только с алкоголем, но и на самом деле с наркотической зависимостью, либо она знала о его связях в Москве. Здесь-то мы и дошли. Ну, конечно же, Владимир Зеленский, кремлевский клоун. Вот это да! Да люди-то уже забыли, что в 2005 году, новогоднюю ночь, 1 января, они лицезрели трех мушкетеров. Новогоднее шоу, где в роли Тартаняна Владимир Зеленский своим ростом 1,62 метра и прекрасная Констанц Боносея, конечно же, наша любимая Юлия Началова. Сегодня Владимир Зеленский, кандидат президента Украины, это стратегическое государство для России. Как говорит Бжезинский, без Украины нет империи. Поэтому вот такое безудержное, просто какое-то безумство Путина в связи с Украиной. С Украиной сложная ситуация для Путина. Западные санкции и дела, и Луганский, и Донецкий идут плохо. Все, в общем-то, плохо. А Путин, который уже не очень здоров, хочется еще пять лет спокойно править, без всяких там головных болей от Украины. Но, значит, надо, чтобы там Украине правил бы марионетка. И наверняка Путину кажется, что вот Зеленский – это прекрасный кандидат. Человек, который связан полностью с Москвой, полностью связан с какими-то странными олигархами, которые связаны на российском бизнесе. Но это, казалось бы, вот тот, что нужно. И если Путину, может быть, изначально казалось, что смелый план, который предлагали московские пиарщики вместе с их партнерами в Европейском Союзе. Да-да, вы правильно слышали. За кандидатуры господина Зеленского не только московские пиарщики, а сотрудники этих московских пиарщиков странов Европейского Союза. Конечно же, и в Европейском Союзе они выполняют задачи, которые дает Кремль. Ну вот, этот Зеленский, казалось бы, просто комедиант, и поэтому вызвал у Путина большие сомнения, что он может в политике что-то делать. Но теперь-то сомнений нет. Мы же знаем уже результаты первого тура, но, в общем-то, эти результаты были известны и первым туром, что вот у Зеленского такие серьезные электоральные успехи и позиции. Абсолютно фантастический план, предложенный пиарщиками, креативщиками от Суркова, но дало свой результат. Победа близка. Значит, каждая вещь, которая может омрачать возможность этой победы, должна быть ликвидирована, должна быть элиминирована. И, конечно же, бедная Юлия Началова. Значит, что-то, это Юлия Началова, которая уже не выступала, которая не имела никаких серьезных денежных средств и так далее, она что-то может знать и за деньги выбалтывать о Зеленской. Но, как мы знаем, у Зеленского большие проблемы. Идет разговор о алкоголизме, идет разговор о наркомании. Но, видите, это еще не все. Не все. Но, говорят, еще многое другое. И вот тебе живая свидетельница, Юлия Началова, живая свидетельница события 2004-2005 года, который близко видел этого человека, видел его каждый день, видел его жизнь и может дать показания. Да-да, думаю, вот это и вся загвоздка. Юлия Началова что-то могла знать и подтверждать о жизни Владимира Зеленского, что вообще не входило в планы Кремля. Информация «Инсайдер» доказывает, что операция «Буратино» задумывалась давно, еще три года тому назад, когда российские власти поняли, что Порошенко им не сдвинуть никак. Порошенко категорично настроен против Москвы, а это значит, что Украину они теряют стремительно. Единственным возможным шансом для русских осталось внедрить своего человека. Неужели вы не помните, как раньше российские пропагандисты говорили, что в следующих выборах мы поставим своего? Ведь они открыто это говорили. Послушайте, как проговаривается вот в этом эпизоде известная овчарка путинского режима Скобеева. Просто послушайте, услышьте, что она говорит. И так им удалось продвинуть своего мальчика. И в этом ролике я не хочу поздравлять украинцев, я хочу поздравить русских, потому что они блестяще провели свою операцию, потому что они заранее вошли в сговор с Коломойским, кто делает деньги с Россией. И сделали гениальный ход. Они создали сериал и через прямой промыв мозга внушили большей части украинцев, что настоящий Зеленский будет действовать как голобородька. Ну а дальше блогеры, известные люди, здравомыслящие бились, как и в Соединенных Штатах, о стену непонимания. Ничего не получилось. Никакой другой кандидат не появился сильнее, чем Порошенко, который мог бы составить реальную конкуренцию. И, к сожалению, русские все правильно просчитали. Порошенко был нормальным президентом, но он не стал президентом-реформатором. Он добился многого, но это не оценили. Люди хотели чудо, и им это чудо, только в перьях теперь подсунули. Так что я поздравляю господ из Кремля. Непосредственно Владислава Суркова, он гениальный кукловод. И теперь его Буратино будет потихонечку разворачивать эту страну, а такие, как Шарий или, например, Дмитрий Гордон, будут ему помогать. Поздравляю вас, господа россияне, мы действительно вас недооцениваем. Вы очень умные и коварные враги. И, к сожалению, Украина это не поняла.